АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы сегодня подписали договор о сотрудничестве, тем более, как говорится, не на пустом месте. Мы можем сказать действительно, что у нас уже есть гвардия, которая доказала за это время, как надо себя вести. И, кстати, из них они трудовой подвиг совершали и совершают постоянно. Это пример для всего студенчества республики, потому что многие ребята на них равняются. А мы говорим им огромное спасибо. Мало того, у нас были случаи, когда наши студенты, у нас был пожар в общежитии, они скинулись, выводили пожилых. Это просто молодцы. Вот действительно, это пример не только для студенчества республики, но это пример и для студентов Российской Федерации. Потому что ваш подвиг, ну это, достоин внимания. И мы гордимся вами. И этот договор, который мы подписали, он, как бы сказать, принесет нам с двух сторон большие дивиденды, потому что мы делаем одно общее дело. Да, я тоже, наверное, пару слов скажу. Хочется отдельно сказать спасибо ребятам вашего университета, в частности, института гражданской защиты. Собственно, силами которых, практически только их силами, мы смогли оперативно переехать в это здание, сделать здесь какой-то ремонт, мебель и все остальное. То есть они четверо суток с нами плечом к плечу помогали для того, чтобы запуститься, для того, чтобы мы уже могли более качественно, профессионально работать. И, наверное, одно из первых мероприятий, начинание, которое мы сейчас запускаем, это в ближайшие дни, 9-го числа, 12 студентов университета вашего направляются в Москву, в наш центральный спасательный отряд, для прохождения профессиональной практики в профессиональном аварийно-спасательном формировании Москвы. Прекрасно. И это у нас уже будет таким заведенным порядком, что каждый год наши студенты, лучшие из лучших, будут проходить. Да, мы эту историю, да, на постоянной основе мы будем завозить ребят, обучать, помогать что-то новое познавать. Может, мы что-то научимся, потому что у вас здесь своя специфика, свой опыт, который мы тоже хотим перенимать. Просто наши ребята, как говорится, учатся на поле боя, потому что ситуация непростая. И вот, что значит, Владимир Николаевич, вот раз надо завтра организовать 50 человек на разгрузку гуманитарной помощи и отправлять в регионы. Да, проблемы он организовал. Сам, его заместители, они впереди. Они первые руку протянули помощи, но это просто молодцы. Вот вы сегодня сказали, вот вам пример. Ну, если бы не Малкин, наверное, бы не вовремя перееду. Ребята, задержались. А так, благодаря нашим студентам, вместе, дорогие друзья, любые задачи выполним. А с Российской Федерацией, с нашими корнями, ну, это просто мы обязаны делать. Лучше, чем делали наши предки. Мне очень приятно, вот сегодня, за моей спиной сидят лучшие из лучших моих студентов, которые учатся в институте МЧС. Мы гордимся ими, потому что они являются примером во всем. У меня такой лонзунг – сделай, как я, даже лучше. И вот эти ребята, молодые, я бы сказал, уже с каким-то опытом, готовые в любой момент прийти на помощь. Это самое основное корпуса спасателей. Потому что ребята понимают ответственность, понимают, какую они выбрали профессию. Но и вот сегодня, подписав это соглашение, у нас появился огромный круг возможностей. И в этом году лучшие студенты поедут в Москву на практику, пройдут там курс повышения, я бы сказал, повышение квалификации и расскажут ребятам. Вот такая практика должна быть регулярно, постоянно в нашем университете. Мы подняли планку высоко и будем ее держать. Благодаря руководству института, вот в этом, надо сказать, хорошие слова Владимир Юрьевич Малкин, потому что благодаря ему, вот он организовал в короткое время, сплотил коллектив, и сам идет, как говорится, впереди и за ними идет команда. Вот всегда я говорил, команда, команда, еще раз команда. Вместе мы непобедимая сила. И поэтому всегда надо чувствовать плечо товарища, локоть его, прийти на помощь и вместе решить любую проблему. И поэтому я вот сегодня горд, подписав это соглашение. Ну и надеюсь, что наши ребята не подведут и будут примером не только в республике, но и в Российской Федерации. Потому что нашим ребятам есть что рассказать и чем поделиться. Понимаете, какие возможности. Вот, во-первых, они приедут и на тех рабочих местах службы МЧС, там есть оборудование, там есть техника. Даже есть техника, которую и я никогда не видел, но она там есть. А вы представляете, ее посмотреть, пощупать руками, включить, может быть даже поуправлять. Это на всю жизнь останется, и он приедет, пройдут годы, он будет рассказывать. Я ездил в Москве, был в Москве, и вот то-то, то-то посмотрел. Ребята, давайте учиться, познавать, брат, знания, потому что они всегда нужны. Ну, подписание соглашения, в первую очередь, это, наверное, один из первых шагов на более тесное взаимодействие. То есть, если конкретно, то это соглашение позволяет нам уже на новом уровне, качественном, привлекать ребят, совместно проводить какие-то учения, совместно принимать участие в аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работах. То есть, то мы взаимодействовали, скажем так, в части методической, да, это соглашение позволяет нам уже на практике применять те знания, которые есть у луганских ребят, те знания, которые есть у российских ребят, и совместно уже профессионально, качественно работать. Ну, тут все в соответствии с планом. То есть, в ближайшие дни у нас 12 человек убывает на стажировку в Москву, в центральный спасательный отряд ВСКС. Там они будут 14 суток полноценно нести боевое дежурство, обучаться, изучать оборудование, изучать методики, которыми работают профессиональные спасатели. Вот. И у нас в летнее время это постоянная история, которая, то есть, одна группа выезжает, другая заезжает, варьируется только количество людей, то 12, то 10, да, в зависимости от загруженности нашей площадки в Москве. Вот. Когда учебное время, да, соответственно, после согласования с университетом будем находить окна для того, чтобы не мешать учебному процессу. Субтитры создавал DimaTorzok